Не надо вот так наносить духи, тот, кто начал этот клуб распыленного облака, он идиот. Итак, первая ошибка, и она довольно серьезная, я постоянно вижу, что многие парни ее допускают, они не обращают внимания на ситуацию и место, куда они собираются пойти, надушившись. Собираешься ты надушиться на работу или на свидание. Может вам хочется просто по дому походить или у вас собеседование. Давайте на нем и остановимся. Вы используете духи, которые вам нравятся, но не очень сильные. Вы входите в небольшую комнату, у вас-то уже обоняние притупилось и вы не чувствуете аромат, но она слышит и это напоминает ей ее бывшего, которого она ненавидит и она не может избавиться от этой мысли. И как вы думаете, что? Вы не получаете эту работу. Вот о чем я говорю, что надо обращать внимание на такие вот детали. Иногда духи могут все испортить, но чаще всего они отлично себя ведут, если вы их используете с умом. А не садитесь в самолет, где вокруг вас будет много людей. Вам ведь не хочется, чтобы они начали задыхаться. Другое дело, это когда вы просто ходите по дому и хотите хорошо пахнуть для себя. Ну или вам надо что-то, чтобы поднять свою уверенность перед важной презентацией. Повторюсь, выбирайте подходящие ситуации духи. Далее необходимо понимать, что вы выбираете. То есть, если вы практиковались носить этот аромат, будет ли он кого-то задевать, или это народный любимчик, очень легкий акватик, или это что-то более сильное, чуть более яркое и кому-то понравится, а кому-то нет. Далее, господа, надо разбираться в потенциале ваших духов. Эти два флакона очень похожи, но их состав абсолютно разный. Итак, есть парфюм, в нем 30% концентрации масел ингредиентов. Они и формируют интенсивность аромата. Далее у нас идет туалетная вода, в ней примерно 10%. Затем уже идет одеколон. В нем бывает всего лишь 2% концентрации масел. Это не точная наука, можно найти такую туалетную воду, у которой будет более сильный аромат, чем у парфюма у другого бренда. Как бы да, это не лучший показатель, но это в любом случае служит хорошим ориентиром, когда вы собираетесь покупать духи. Есть определенная последовательность, если это парфюм, то в нем должно быть больше концентрации, чем в той же туалетной воде. Далее давайте поговорим о шлейфе. Это то, как духи реагируют на среду. То расстояние, на котором слышен аромат духов для других людей. Очень популярным является такой, когда вы наносите 5 пшиков на тело, и люди в принципе не смогут его услышать, пока они к вам не приблизятся. И это хорошо, когда вы носите духи для себя. В другой ситуации, скажем, вы собрались в клуб, и вы хотите заявить о себе, как только вы войдете в клуб. Вы хотите, чтобы другие люди услышали ваш аромат. Тогда выбирайте духи, у которых более сильный и яркий шлейф. Следующую ошибку люди делают постоянно. Они идут в магазин парфюмерии, берут духи, наносят их на блоттер и затем делают выводы. Парни, не так принимается решение о выборе духов. Это очень обманчиво, вы только услышите верхние ноты. Об этом сейчас расскажу. Но самое главное, вы не знаете, как они реагируют на ваше тело, на вашу химию. Вы же уникальный человек. И то, как духи поведут себя на вашем теле, будет отличаться. А для некоторых это может оказаться большой разницей в аромате. Я говорил о нотах, вы слышите только верхнюю. Но парни также есть средние и есть базовые ноты. И именно так мы можем сказать, это дизайнерские духи, или нишевые духи. Эти средние ноты, они возможно раскроются только через пару минут. А сама базовая нота только через пару часов. И как бы может случиться так, что вам не понравились верхние ноты. Но знаете что? Вы часто будете встречать похожие верхние ноты снова и снова. Но затем все меняется ближе к середине и вы можете найти то, что вам действительно понравится. А когда вы дойдете до базовых нот, то вы просто будете шокированы. Ну или они вам не понравятся. Суть в том, что вам надо пробовать духи. Вернемся к химии. Что происходит, когда вам жарко? Вы начинаете потеть. И вы можете заметить, что некоторые духи становятся гораздо сильнее и даже могут пахнуть иначе. Поэтому необходимо практиковаться носить духи. Потому что если вы на том же собеседовании, вы даже не ожидали, что духи начнут издавать такой зверский шлейф. Что даже рекрутер встала и открыла окно, потому что для нее это слишком сильный аромат. Вот о чем я говорю. Пробуйте носить духи перед тем, как делать выводы, подходят они вам или нет. Теперь давайте обсудим, когда же наносить духи. Лично я предпочитаю все делать по привычке. Наношу духи сразу, как обсохну после утреннего душа. Вот время, когда я наношу духи. Или даже каждый раз, когда я принимаю душ. Когда я принимаю душ вечером после тренировки, я снова наношу духи. Ну а что делать, если вам хочется нанести духи во второй половине дня, а вы не принимали душ. Вы просто не слышите больше ароматов. Это вполне нормально. Главное убедитесь, что у вас просто не пропал нюх. Потому что некоторые сильные духи, мы к ним привыкаем и не слышим больше. А другие люди очень хорошо их слышат. И, конечно, помните, что многие духи имеют цикл, и вы можете пребывать в моменте, когда раскрывается базовая нота. Если вы нанесете те же самые духи снова, то это еще может сработать. Но комбинация разных духов может плохо сочетаться между собой. А результат получится не таким, которого вы ожидали. Хорошо, а куда же наносить духи и как много раз? Количество раз зависит от насыщенности аромата и от того, насколько сильный шлейф вы хотите получить. Некоторые духи можно нанести пять-семь раз, и они не будут источать сильный шлейф. Но другие вы нанесете всего раз. А духи настолько сильные, что люди в другом конце помещения будут слышать ваш аромат. В целом, мне нравится наносить духи на горячие зоны тела. Поэтому давайте начнем с груди. Самый простой способ нанести духи, особенно после душа. Один пшик примерно на дистанции в шесть-двенадцать сантиметров. Все зависит от дозатора и как сильно он распыляет. Но вот тут, прямо на грудь, это отличный старт. Далее вы можете нанести на шею и на руки. То есть вы наносите на горячие места, где кожа нагревается и будет помогать духам раскрываться. Очень много зон. Я не хочу сказать, что вам надо наносить на каждую из них. Это зависит от того, сколько раз вы хотите нанести духи. Некоторым нравится наносить по восемь раз, а другие даже пшикают на одежду. Я бы не рекомендовал наносить духи на одежду. Потому что если это сильный аромат, то он может там оставаться в течение недель. И шлейф будет тянуться очень долгое время. И духи не будут пахнуть так же, как на вашем теле. Потому что духи на теле пахнут иначе. А еще стоит учитывать, что светлая одежда, и если это дорогая одежда, то духи могут немного изменить ее цвет. Или оставить пятно. Единственная одежда, на которую можно смело наносить духи – это майка. И вот вам аргумент. Если вам кажется, что духи не имеют сильный шлейф, когда вы наносите их на тело, тогда попробуйте нанести их на майку под рубашкой. И тогда вы обнаружите, что эти духи работают гораздо лучше, если их нанести на одежду. А вот со следующей ошибкой я не согласен, и мне интересно услышать от вас, что вы думаете по этому поводу. Многие говорят, что ты никогда не должен растирать духи после того, как нанес их на тело, а только промокнуть. И как бы у этого есть логика. Когда ты трешь руки, то это генерирует тепло, что, в свою очередь, разрушает молекулярную связь. Но у меня есть кое-какие познания в химии и требуется много тепла и много трения. Скорее всего, вы себе раздерете всю кожу, прежде чем разрушите молекулярные соединения. Как-то так. А вы что думаете, друзья? Пишите в комментариях, как считаете, это правда или нет. Итак, следующие две ошибки, и многие об этом даже не думают, а это портит духи. Первая хранит духи в открытом месте, где духи находятся под влиянием света, а затем темноты, снова и снова. Получается так, что солнечные лучи вступают в реакцию с молекулами, и со временем это может испортить духи. Вторая ошибка – это подвергать духи сильному нагреванию и охлаждению. Достаточно просто хранить духи в машине, где температура повышается и снижается. Это просто убивает духи. Поэтому лучше всего духи держать в контейнере, который идет вместе с ними. Да, многие держат духи в ванной, да, это удобно, но, друзья, храните духи у себя в комнате, в шкафу подальше от солнца, и где более-менее постоянная температура. Господа, как вы можете понять, я люблю духи. Когда вы найдете свой уникальный аромат, то вы поймете, что это отличный способ выделяться на общем фоне. Моя философия насчет духов звучит так – они должны помогать вам быть замеченным, а не кричать о вас, когда вы заходите в помещение. Помните, друзья, меньше значит больше. И практикуйтесь носить духи, чтобы вы понимали, чего от них можно ожидать. Какое видео смотреть дальше, сколько духов должно быть у мужчины? Я говорю в нем о типах духов, которые существуют. Я говорю об ароматических, об акватиках, о восточных духах. Это, пожалуй, мое лучшее видео о духах. Так что смотрите его, ссылка будет в описании.